Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще будучи ребенком, он ступил на путь война и ни разу не сворачивал с него. Многократный чемпион России и чемпион мира по карате Максим Дедик. Великолепный тренер, создатель множества учебных фильмов и мастер-классов, автор международного проекта «Кшатра». Каким должен быть настоящий бой? Он должен быть опасным и красивым одновременно. Он должен быть встречей двух охотников, двух воинов. Практика йоги и боевых искусств, путешествия на землю воинов в Таиланд, Африку или Индию. Это лишь малая часть того пути, который предлагает пройти Максим Дедик своим ученикам. Мы сейчас будем говорить именно о кикушине и на всякий случай я с вами прощаюсь. Ну что, Макс, поехали. Удары по корпусу, визитная карточка. Кикушин карате запрещены удары руками в голову. Многие это воспринимают как недостаток, я же скорее как достоинство, потому что занимается огромное количество деток. Никто еще не доказал, что удары в голову полезно получать, маленьким деткам особенно. И в этом плане, конечно, кикушин очень правильный вид спорта. Именно вид спорта, запомните это. Удары руками в корпус. Что, как бьем? Ну я хотел основное показать. Помни, что я твой друг. Показать удары по печени. Ну начнем вот с этого ракурса. Самый удобный угол это 90 градусов, перпендикулярно пробивать. Я каратист, я люблю цки. Это моя коронка. Ну на самом деле, любимый удар. Вот, даже его можно применить, ну скажем, в любой ситуации. Я могу отсюда уже ударить. Хорошо, точно. Немножко вот так вот. Я бью под углом, вот так захожу. То есть чуть-чуть в печень. Даже правой рукой. Через солнечное стучи мне в печень. Да, да, да. Вот прям вот могу ударить. Давай, коротко. Давай, коротко. Очень хорошо. Вот, я все время тренирую эти удары с опущенных рук. Люблю сам вот в кумите, когда идет бой, опускать руки, разрывать дистанцию и бить очень неожиданно. Почему? Потому что я считаю, что каратэ, как бы вся фишка каратэ в неожиданности. То, что человек, совершенно который не выглядит агрессивным или там даже сильным, бьет очень неожиданно, очень опасно. То есть я считаю, что в бою надо тоже культивировать именно это состояние, когда ты весь расслаблен и туда всаживаешь. Очень хорошо. Да, ни с того ни сего. Туда. Я вам открою маленькую тайну. Я не такой уж крепкий герой. У меня там снизу еще лапа, которую заботливый Макс мне проложил на живот. Если бы не она, я бы уже лежал. Вот, ну и про левую сторону. Печень. Печень, да. Ну это, конечно, как бы такая визитная карточка кюк-шина. И вообще это, конечно, удар, которым нужно обязательно уметь пользоваться. Так. Корпус находится в 45 градусов. Да, тут я стою в стойке. Я вхожу вот так вот. То есть, чтобы не попасть в локоть, да? Все равно я бью не еще обычно печень, а всегда бью все равно ближе к сплетению туда. Да. И очень хорошее упражнение дублирования. То есть два, дубль по два раза. И по привычке ушел в сторону. Ну это совсем другая история. Да, фишка вся в том, чтобы после того, как вы ударили, раз, сместиться для того, чтобы была территория для маневра дальнейшего. И еще вот очень хорошая тема, когда я сразу, предвосхищая его движение, немножко делаю такой сайдстеп. И отсюда точно снизу нарезаю сплетение. Давай покажем, как это в боевой скорости. Туда. Добивать. Вот. Ну и о практической эффективности этого удара даже, наверное, говорить не нужно. Давай, вот я сразу задам вопрос. Спорт, 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 спорт. Макс Дедик. Конкретных два удара. Цки правой, шитоцки левой. В драках применял? Ну, вот. Быстро, кайси. Ну, вот. Однажды у меня был такой случай, когда я был студентом. У меня была левая рука сломана. И это... Тоже в драке, да? Ехал в метро, да. И один молодой человек себя некрасиво повел по отношению к взрослым людям, к женщинам. Я вот так его поднял. Извини, Сергей, можно я тебе покажу? Показывай. Ну, и он не хотел уступать место. Я взял его за шею, вот так поднял немножко, да. И говорю, ну что же ты так делаешь-то? Коротко все донул вот так вот. И он сел. Вот. Ну, это, в принципе, очень легко. Когда ты это умеешь. И все это работает совершенно практически безотказно, на самом деле. Вот так вот. Карате – это не только прекрасный способ изменить себя к лучшему, но и вписать свое имя в историю. Занимайтесь карате. Я всегда стремился делать все до конца и по справедливости. Знаешь, как это бывает? Не ты игрушка в чьих-то руках. Ты сам выбираешь свой путь. Каким будет его путь, он знал уже в семь лет, когда отец впервые привел его на соревнования по карате. С этого момента и до сих пор вся жизнь Стивена Сигала неразрывно связана с восточными единоборствами. Я посвятил свою жизнь карате, а также айкидо, кунг-фу, джиу-джитсу. Все это дорога, ведущая к совершенствованию тела и духа. Будучи мастером боевых искусств, Сигал активно пропагандирует их философию, колеся по всему миру с многочисленными мастер-классами. Главный принцип его учений звучит довольно просто. Приемы должны быть эффективны на улице. Мы стараемся все гармонизировать. Мы не торопимся, не атакуем, мы проводим прием. Каждый раз, готовясь провести захват, мы делаем все медленно. Мы учитываем дистанцию, анатомически слабые зоны своего оппонента, чтобы нейтрализовать его. Стивен Сигал знает, о чем говорит. Работая офицером полиции, ему много раз приходилось охлаждать пыл уличных хулиганов и даже вооруженных гангстеров. Много раз я сталкивался с людьми, которые направляли на меня пистолеты, ножи. Причем не только, когда я был полицейским, но и в обычной жизни на улице. Тебе всегда нужно помнить, как действовать, помнить, кем ты являешься по жизни. Ты воин. Войн в жизни, войн на экране. Благодаря восточным единоборствам Стивен Сигал смог покорить Голливуд. Высокий, статный, фантастически мужественный. Одним своим видом внушает страх. Именно так выглядят его герои, покорившие сердца миллионов зрителей по всему миру. Ну-ну, Мишель. Хочешь стрелять? Что я тебе сделал? Не бери пример с плохих парней. Будь умницей. Стивену Сигалу уже 60. Однако, имея за плечами множество бойцовских титулов и десятки ролей в кино, он и не думает останавливаться на достигнутом. В последнее время актер все чаще появляется на турнирах по смешанным единоборствам. По словам американца, ММА – его большая страсть. Более того, Стивен Сигал участвовал в подготовке мировых звезд миксфайта – Андерсона Сильвы и Леота Мачида. Я собираюсь сконцентрироваться на работе с некоторыми новыми российскими бойцами. В России есть несколько молодых, но очень перспективных спортсменов. Кстати, опытный Сихан не исключает возможности и своего участия на одном из турниров по ММА в качестве бойца. Масло в огонь подлил Рэнди Кутюр – легендарный боец смешанного стиля, пообещал в прессе вернуться в большой спорт, но только если его противником будет голливудский актер. Стивен заявил, что не боится этого вызова, ведь он по-прежнему в боевой форме. В принципе, я не собираюсь драться, но если надо, я готов. Тренироваться нужно постоянно, что я и делаю. Иногда я провожу тренировки, даже пока еду в поезде. Когда-то карате помогло ему найти свой путь в жизни. Стивен Сигал вошел в историю мирового кинематографа благодаря знаниям, полученным из восточных боевых искусств. В кино и в жизни он придерживается одного только правила – держать удар при любых обстоятельствах. Роман Журавский, Дмитрий Востриков. Все включено. Макс, тяжело держать твои удары. Откуда такая силища берется в ударах каратиста? Ну и в тебе. Ты же в половину меня худой, чахлый. Откуда? Удар состоит из трех частей. Опора, обязательно хорошая опора. Второе – импульс, который мы берем, отталкиваясь от опоры, резко скручивая бедро. И третья точка – киме, то, что называется в карате. Вот если это все, сложение скоростей произойдет, последовательный разгон снизу вверх, то, в общем-то, вот такой удар и будет. Реверсивное движение плеча тоже на него нужно обратить внимание. Я покажу? Да. Туда. Туда. Если бы мне жалеть, грудь была бы сломана. Хочу переходить дальше, но я знаю, ладно, давайте покажем коронные удары Макса левой ногой. Макс, напоминай еще раз, что я твой друг. Отсюда. Поехали. Это мой коронный прием. Научился я его бить благодаря Артуру Аганесяну, моему брату. Значит, тут очень важен конечный хлест движения. Есть удары такие ближе к тайским, когда прямой ногой практически бьется. Есть удары с неоткрытой ногой. Я подчеркиваю, что хлест должен быть. В общем, на самом деле это очень просто. Просто нужно скрутить бедра, вот так вот, и стартануть стопой, вот так вот. Давай, попробуй. Все вместе, я не буду сильно бить, просто хлестану. Такое движение. Вот. Значит, какой момент? Для того, чтобы этот удар реализовать, нужно честно посмотреть в глаза противнику. То есть, если я буду смотреть сюда, он поставит мне локоть, я разобью ногу. Вот. Я делаю так. Два варианта покажу. С разножки базовой. Я делаю, заряжаюсь, смотрю в лицо, и даже траекторию начинаю как будто бы повыше. Как будто я собираюсь бить в голову. И в конце понижаю в печень. Ну, это очень серьезная вещь, и практически очень трудно устоять. Печень спазмируется, и все. Ось. Молодец. Ось он. I'm sorry. И второй вариант. Разрушающий. Когда я уже иду ва-банк, я просто меняю стойку. Многие думают, как поменять стойку. Да как, просто поменять стойку, да и все. Поменял стойку, и также искренне, смотря... Я уже так не буду бить. Би-би-би-би. Все нормально. Смотря в голову, также разрушаю. Два варианта есть внутри этих вариантов. Первый. Когда я бью более хлестким движением, то, что называется карате, точка. Вот такой удар. И более тайский вариант, когда я просто разрушаю его. Макс, я тебя убью после программы. Ось. Ты порвал даже. Так, теперь медленно показываем людям, что... Вот ты часто меняешь стойку. Вот объясни, пожалуйста. Я всегда меняю стойку. Мой принцип боя, я должен постоянно изменяться. Потому что противник не должен знать, какой я. То есть это принцип Мэд Макс. Школы Мэд Макс. То есть я должен быть всегда в потоке. У меня нет вот этих вот... Яаа! Вот это то, что не любят с кокушин. У меня этого нет. Я всегда, во-первых, сохраняю ударную дистанцию. Во-вторых, ищу место, где мне хорошо, а противнику плохо. То есть я всегда стараюсь находиться в выгодной позиции, поэтому много маневрирую. А меня стойку меня научил... Вагиф Ширинович Ширинов, мой тренер по боксу. Он учил нас всегда переходить из стойки в стойку и работать из левши. И я это перенес на кокушин. Очень здорово работает. То есть это уже твое ноу-хау такое, скажем так? Ну, как бы да, переработанное такое. Хорошо, возвращаясь к нашим баранам. Дрался на улице, бил маваши в печень? Маваши в печень... Кайся. Было дело. Был? Да, к сожалению. Ну, в юности, когда еще мы все... Мы же уже взрослые, все, но понятно. Ну, конечно, это удар очень эффективный. Нет, это очень важный вопрос, на самом деле, почему? Потому что бытует мнение, опять же, что карате проигрывает по эффективности в уличных столкновениях в ситуациях реальной самообороны с другим контактным единоборством. Я так не считаю, и поэтому я знаю, что у тебя богатый опыт. Но все в прошлом, запомните это. Покажи, как это происходило, чтобы люди понимали, что реально происходит. Макс вообще ничего не придумывает, он вообще не врет. У него эта функция стерта. Собственно говоря, можно и в голову ударить ногой, на самом деле, хотя считается, что нельзя. Если ты очень уверенно работаешь, можно и ногой бить. Да тут... У меня получалось. Не сомневаюсь. Вот. В общем-то, все то же самое. Я бы бил сразу из левши, чтобы не... Карате, в чем принцип карате? Это молния. То есть вот было небо, бик, молния, и все. То есть это не встать в стойку, не сказать, давай с тобой помиримся силами. Это наоборот, до последнего не вступать в конфликт. Но если ты вступил в конфликт, да, все. То есть вот так. И все. И другого варианта нет. И быстрее оттуда линять. Собственно менять точку. Да, да. Сменять точку, чтобы либо продолжать, либо уходить. Вот, собственно говоря, я так понимаю карате. Потому что если, конечно, я скажу тебе, ты сильный, я сильный, давай выясним отношения, это очень долго. Я просто хочу жить, ну, с открытым сердцем, как бы я... У меня просто есть всегда оружие, мое. Я его стараюсь не применять, но если у меня не будет другого выхода, у меня нет сомнений, что я его буду применять. Вот и все. Я для себя это уже решил. Оз. 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 Кубак слава. Только сегодня в рамках нашей программы вы узнаете, что такое по-настоящему мощный удар рукой. Наденьте капу и шлем. Мы начинаем наш зубодробительный эксперимент. Для этого...